Здравствуйте! Меня зовут Рудыр Денис, я староста Сибирской Артели. Сейчас я вам хочу рассказать об игре Бизнес Драйв. Что такое Сибирская Артель Терем? Сибирская Артель Терем это сообщество единомышленников, которые объединенных игрой Бизнес Драйв. Если сказать совсем по-простому, то мы в Сибирской Артель Терем играем в игру Бизнес Драйв. И что же такое игра Бизнес Драйв? С чем ее едят? В чем идея игры? Суть игры? В чем заключается игровое действие? Это то, что я сейчас хочу вам рассказать. Итак, игра Бизнес Драйв. Идея игры очень проста. Это превратить работу в игровое пространство для самореализации человека. Давайте глубже поймем каждое из этих слов. Превратить работу под этим подразумевается процесс получения дохода. То есть это там, где мы зарабатываем деньги. Это там, это наша деятельность, в которой мы получаем доход. Деньги, тот доход и деньги, на которой мы потом живем, питаемся, ездим, путешествуем, вкладываем деньги, тратим деньги. Игровое пространство. Под игровым пространством поднимается игра. Под словом игра мы понимаем процесс, который ценим сам по себе. То есть в игре мы получаем удовольствие и радость от самого процесса. Мы получаем энергию, мы получаем обучение. Игра может обучать, игра может развивать, игра может приносить удовольствие. И под словом превратить работу в игровое пространство мы подразумеваем, что ту деятельность, которая приносит нам доход, делать так, как мы делаем это в игре. То есть получаем удовольствие и радость от самого процесса. Для самореализации. Под этим мы понимаем следующее. То есть мы вкладываем четыре понятия в слово самореализация одновременно. Под самореализацией мы понимаем непрерывную реализацию своих потенциальных возможностей и талантов. Тех потенциальных возможностей, которые есть у каждого человека и появляются в тот момент, когда он рождается. Мы под словом самореализация мы понимаем совершение своей миссии. Своей миссии, своего человеческого призвания или предназначения. Также под словом самореализация мы понимаем более полное познание окружающего мира. Познание окружающего мира и через это познание и принятие себя. И наконец по словам самореализация мы понимаем постоянное движение к самому важному, ценному и значимому в нашей жизни. Вот все эти четыре понятия в совокупности одновременно мы и вкладываем в понятие слова самореализация. И под человеком мы понимаем и совладельцев, и руководителей, и сотрудников, и партнеров. Ну или можно сказать то же самое, можно сказать немножко по-другому. То есть мы понимаем, что вектора нашего движения и развития происходят в трех векторах. Вот в такой системе. И обычно люди взаимодействуют, опираясь на один из принципов. Это люди взаимодействуют для того, чтобы получить деньги. И это наша работа. Люди взаимодействуют в бизнесе. Люди взаимодействуют для того, чтобы получить деньги-доход. Как я уже сказал, наша задача, идея игры, это превратить работу в игровое пространство для самореализации человека. И это означает, что добавляется два вектора. Вектор игры радости энергии и вектор самореализации смысла и опыта. И когда мы говорим о движении или развитии в нашей игре бизнес-драйв, то мы понимаем, что наше движение происходит одновременно по трем векторам. И это суммирующий вектор по всем трем. Как это происходит в жизни? В жизни это происходит очень просто. Когда мы принимаем решение, когда у нас есть ситуация вилка выбрать лево или право, пойти направо или налево, у нас есть критерии, по которым мы принимаем решение. И обычно это критерии, какое действие мне принесет больше дохода. И этот критерий является основным для принятия решения. И когда мы в игре бизнес-драйв принимаем решение, мы тоже опираемся на этот вектор. Мы понимаем, что это действие принесет нам больше дохода. Но здесь мы включаем еще два вектора. Это самореализация смыслов и опыта, и игра радости и энергии. Соответственно, когда мы принимаем решение, мы смотрим по критериям. Три критерия. То действие, которое мы хотим сделать, сколько оно нам принесет дохода, сколько оно нам принесет радости, энергии, и сколько оно нам принесет опыта, смысла или движения по пути нашей самореализации. И это является базовой основой для договаривания друг с другом. Базовая основа для договаривания и взаимодействия. Таким образом, когда мы считаем, когда мы принимаем решение, думаем о чем-то, является оно правильным или неправильным, хорошим или нехорошим, истинным или неистинным, для нас в игре мы оцениваем по трём критериям. И действие, которое с точки зрения бизнеса может оказаться глупым и пустым, для нас наполнено нашим смыслом, может быть наполнено смыслом или радостью. может быть наполнено движением к самореализации. То есть у нас появляются дополнительные критерии для того, чтобы оценивать и понимать, что у нас происходит в нашем бизнесе, или в нашей работе, или в нашем игровом пространстве, в нашей игре бизнес-драйве. Следующее, о чем я хотел рассказать, это игровой взгляд. Игровой взгляд, это то, как мы из игры смотрим на мир. Это то, как мы из игры смотрим на мир. У нас есть такое понятие капитан. Капитан это человек, который двигается по пути своей самореализации. И двигаться по пути самореализации, если так упростить, то это ответ на вопрос, что я хочу. Что я хочу по-крупному, что я хочу по-крупному для себя в своей жизни. И если он отвечает себе на вопрос, что я хочу для себя, то есть отвечает на вопрос своей самореализации, то тогда все происходящее в жизни становится для него возможностью для его самореализации. становится для него возможностью для его самореализации, если он двигается по пути своей самореализации. Если он отвечает себе на вопрос, что он хочет в жизни, к чему он идет, то тогда происходящее в жизни становится для него возможностью для его самореализации. Как померить возможности? Как померить или выбрать ту или иную возможность? Как воспользоваться той или иной возможностью? И воспользуемся мы с точки зрения альтернативы. Альтернатива это есть мера или усиление той возможности, которую мы видим в данный конкретный момент перед своим носом. И как мы принимаем решение? Смотря на эту возможность, мы принимаем решение исходя из трех лепимых точек. Есть ли в этой возможности, содержит ли эта возможность, возможность зарабатывать деньги, получить доход? Есть ли в этой возможности, если мы сделаем этот выбор энергия, радость? Или ведет ли этот выбор нас по пути нашей самореализации, получаем ли мы опыт важный для нас? Важный для нашего понимания? И если это так, то мы, соответственно, принимаем, мы берем эту возможность и делаем выбор действия и берем на себя ответственность. Мы делаем выбор, мы делаем это действие, мы используем эту возможность и, соответственно, делаем это действие. Таким образом, альтернатива является мерой или усилением для той возможности, которая у нас перед носом. А возможность, которая перед носом, это все происходящее в нашей жизни, если мы ответили себе на вопрос нашей самореализации. Если мы идем по пути нашей самореализации. И, соответственно, что у нас происходит? Игровое действие. То есть, игровое действие. Как выглядит игровое действие? У нас есть капитан, партнер. И, допустим, он ответил себе на вопрос своей самореализации. У нас есть внутренний партнер, то есть, человек, который с ним работает. И, допустим, он ответил на вопрос своей самореализации. Круг символизирует круг ответственности и круг самореализации капитана. То есть, его круг ответственности является кругом его самореализации. И в ответственности этот сектор, это та ответственность, которую он может передать другому человеку или делегировать. И когда он ее передает или делегирует, то он предоставляет возможность внутреннему партнеру. Он предоставляет возможность для самореализации. Пример. У вас есть бизнес. Вам нужна лидогенерация, поток лидов в ваш бизнес. Вы находите партнера, которому передаете часть своей ответственности. То есть, передаете часть своей ответственности по поводу того, чтобы он генерил или сделал вам поток заинтересованных клиентов в ваш бизнес. Вы отдаете ему этот сектор работы или сектор ответственности из общей, из целой своей. И таким образом предоставляете ему возможность для его самореализации. То есть, если маркетинг это часть его самореализации, это та область, в которой он хочет развиваться, то для него это возможность двигаться по пути своей самореализации. И тогда что он делает? Он оценивает данную возможность с точки зрения альтернативы. То, что вы его конкретно позвали в свой бизнес, у вашего бизнеса, такие-то параметры. Такая-то целевая аудитория, столько-то денег, такое-то у вас производство. И вы просите генерировать лиды или поток лидов в ваш бизнес. То есть, внутренний партнер, то есть, человек, который приглашает, оценивает это с точки зрения альтернативы. Есть ли у него другие заказы, есть ли у него другие, в принципе, возможности использовать свой опыт. Если их нет, или они малы по сравнению с тем, что вам предлагает партнер, то тогда он делает выбор взаимодействовать с вами. И говорит с вами, да, я хочу с вами работать. Дальше вы с ним разговариваете, или оцениваете его, или смотрите, насколько он действительно делает вам поток лидов в ваш бизнес. То есть, насколько он действительно вам делает поток заявок, заинтересованных клиентов в ваш бизнес. Насколько он действительно, какой-то поток. И, собственно, тем, как он это делает, тем, как он это делает, он предоставляет возможность вам, возможность вам двигаться по пути вашей самолизации. То есть, он поставляет вам поток лидов заказа, вы превращаете их в сделки. Потом эти сделки удовлетворяете потребность покупателя через производство, получаете деньги и так далее. Но без потока лидов вы не сможете совершать сделки, и не сможете, соответственно, получить деньги. Таким образом, но количество этих лидов, которые вы получаете от своего партнера, качество этих лидов, что за заявки пришли, сколько стоили, все это в совокупности. И есть та возможность для вашей целостности, потому что вы, как капитан, отвечаете за целостность. Для вашей целостности все это возможность, которую предоставляет вам двигаться по пути вашей самолизации. То есть, держать целостность своего бизнеса. И что вы делаете, когда вы видите возможность? Вы оцениваете его с точки зрения альтернативы. Так же, как он оценивал вашу возможность. Вы оцениваете его возможность с точки зрения альтернативы. Если вы понимаете, что у вас есть другой партнер, который может на тех же самых условиях сделать вам поток больше, дешевле, легче и так далее, при этом получить большее, но это с точки зрения денег, или этот партнер грустный, с ним не радостный, или это может быть связано, он не делится своим опытом, не обучает вас, то есть вы сами опыт не приобретаете, то понятно, что альтернатива, то есть цена этой возможности, которую закрывает внутренний партнер, не мала. И тогда альтернатива больше. И вы используете эту возможность, то есть другую возможность, которая у вас есть, реальная есть соответственность. Если у вас ее нету, реальной, другой возможности, то есть нету альтернатив, тогда вы используете эту возможность. Ну и соответственно, то есть таким образом капитан предоставляет возможность для аморизации тем, что дает область для творчества, результата, ответственности другому человеку, партнеру. Партнер берет эту область и закрывает ее делами и результатом. И то, насколько эти дела и результат действительно результативны, этим он предоставляет возможность держать целостность капитана. Он тоже оценивает с точки зрения альтернативы, и если альтернатив нет, то он тоже делает выбор. И как следствие, когда оба делают выбор навстречу друг другу, появляется взаимодействие. Это вот то самое игровое взаимодействие, к которому мы стремимся в пространстве всей игры бизнес-драйв. Всей игры. Таким образом, подытоживая и заканчивая, идея игры бизнес-драйв это превратить работу в игровое пространство для аморизации человека, а игровое действие это предоставлять друг другу возможность для аморизации, где мерой или усилением предоставляемых возможностей является альтернатива. Я приводил пример меры, как померить хорошо-плохо, а усиление может быть следующее. То есть, когда у вас появляется альтернатива, и вы говорите своему партнеру, у меня есть другая альтернатива, и там, допустим, в примере с маркетологом, другой маркетолог меня обучает, и еще при этом я получаю опыт, и тогда партнер говорит, ну, так я могу обучать, ты же просто не попросил, ты не сказал, я не понял, что тебе это было важно. То есть, таким образом, альтернативой произошло усиление данной возможности. И тогда он начинает обучать, и возможность становится данная. Возможность или закрытие становится приемлемым. для капитана. Ну и совершенно уже в завершении, отсюда следует 7 пространствообразующих принципов бизнес-драйв. Первый, мы договариваемся, это уже как следствие из нашей главной договоренности. Мы договариваемся, есть опыт, ошибаться можно, есть жемчужины, место проблем, круг самореализации равен кругу ответственности, мышление направлено на результат, а не на поиск причин, и здравый смысл. Ну что ж, продолжение следует. Жизнь продолжается. Добро пожаловать в Сибирскую архиву. Субтитры сделал DimaTorzok Сибирская архив.